Суровым наказанием сегодня завершился судебный процесс по делу Алиби Жумагулова, которого двумя месяцами ранее избил известный в столице бизнесмен Кайрат Жамалиев. Подсудимый получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать срок ему придется в колонии строгого режима. 12,8 лет проведут за решеткой Арман Абельтаев, являющийся деловым партнером, и водитель Анатолий Прибытков. Вина троих по части вымогательства в особо крупном размере и насильственных действиях сексуального характера была доказана и оглашена в суде. Присутствующие на заслушивании приговора родственники не смогли сдержать слез. Марат Акулин находился в зале заседания и все подробности в его материале. В скандальном деле об избиении Алиби Жумагулова поставлена точка. Известному бизнесмену Кайрату Жамалиеву вынесен приговор. Вместе с ним на скамье подсудимых несколько недель находились Арман Абельтаев и Анатолий Прибытков. Они сегодня также выслушали свой приговор. В 10 утра по времени Астаны у здания столичного суда собралось огромное количество людей. Узнать об исходе нашумевшего процесса приехали как родные и близкие подсудимых, так и пострадавшие свидетели и журналисты. В живом коридоре выделились две фигуры. Сожительницы бизнесмена Айнур Исиной и пострадавшего Алиби Жумагулова. Первая попыталась скрыться от телекамер за черными очками. Шедший немного позади второй заметно осунулся. Но не было и намека, что взгляды этих двоих пересекутся. Грациозной походкой Исина последовала в зал. Зал заседания, куда Алиби Жумагулов зашел одним из последних, словно сковало напряжение. Только спустя несколько минут атмосферу заметно оживил судья Ербол Рахимбеков. Он почти сразу стал зачитывать приговор, который длился без малого 50 минут. Заслушивая меру наказания, мать Кайрата Жамалиева не смогла сдержать эмоции. Ее неоднократно приводили в чувство. По совокупности преступлений уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказания, определить как отбытию 13 лет лишения свободы с конфискацией всего ему принадлежащего имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Армана Абельтаева и Анатолия Прибыткова, сообщников Жамалиева, суд приговорил к 12 и 8 годам лишения свободы, также с конфискацией имущества. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд признал их виновными в незаконном лишении свободы человека, вымогательстве в особо крупном размере и насильственных действиях сексуального характера. Среди возгласов, плача и суеты можно было едва расслышать слова Алены Жамалиевой. Она прокричала мужу, что все будет нормально, а после не смогла сдержать слез, видимо осознавая, что из тюрьмы супруг может выйти немощным стариком. К моменту освобождения Кайрату Жамалиеву исполнится 58 лет. И в ближайшем будущем женщине придется самостоятельно поднимать четверых детей. А вот другая его возлюбленная Айну Рысина, мать сына Жамалиева, предусмотрительно ретировалась из зала суда, еще во время оглашения приговора. Видимо, почувствовала, что может попасть под горячую руку родственников осужденных. Накал страстей был настолько высок, что построить диалог ни с кем из этих людей было невозможно. Довольно суровым приговором были ошарашены не только родные подсудимых, но даже прокурор. Обвинение просило для Жамалиева 10 лет. Своё отношение к исходу дела не стали комментировать и Жумагуловы. Отец Нурлан все это время вел себя очень тихо. Сын Алиби последовал примеру Исиной и попытался сразу скрыться от журналистов. Адвокаты осужденных, правда, уже не на камеру, рассказали, что не ожидали такого провала. Они не намерены опускать руки, но примут решение лишь после тщательного изучения приговора. Кайрат Жамалиев заявил о желании обжаловать приговор. В свою очередь адвокат Алиби Жумагулова Анатолий Удбанов рассказал, что согласен с наказанием и считает его вполне справедливым. Марат Токулин, Саната Монгалиев, Куаныш Умаров, Информбюро, Астана.